как будет происходить весь процесс парения голову нужно оберечь от жары по еще более глубже разогреть тело тело уберечь из огнем друзья всем привет вами канал живая русская баня меня зовут владимир ефремов и вы несколько раз меня просили снять весь процесс парения полностью вот от начала и до конца потому что постоянно мы снимаем отрезками зашли первые прогревочные зашли первое парение а сколько времени что это продолжается мы не показывали вот сегодня мы постараемся весь процесс парения прям без дублей полностью заснять вот сейчас я пойду париться я нахожусь в москве в бане ишком центра ввд парить меня сегодня парильщик будет банщик а озвучивать то что со мной происходит будет денис вахов я сейчас буквально вот чай допиваю ставлю кружку иду в парное помещение вы идете за мной и смотрите как будет происходить весь процесс парения прям с комментариями что сейчас происходит зачем это происходит сколько по времени это будет продолжаться так что ну пол кружечки сейчас выпью еще погнали денис звук тебе здесь купель холодная и я пошел для начала полежать на полке погреб печи здесь стоят электрические паратермальная печь руса с внутренней каменкой все я укладываюсь наблюдайте за тем что будет происходить значит вот классическом паре не есть некоторые этапы которые но стоит придерживаться потому что они основаны на физиологии человека и они максимально корректны по отношению к нашему организму поэтому любое парение начинается с очень медленного прогрева цвет очень важный процесс именно медленного прогревания так чтобы тело могло спокойно настроиться на термические процедуры когда на теле появляется первый пот его желательно с тела смахивать вот алексей венчиками это сделал немножко против тела потому что она уже увлажнилась таким образом мы убираем источник такого явного резкого нагревания потому что капли воды она разогревается гораздо сильнее чем воздух и она уже тихонечко начинает обжигать тело поэтому как только появляется влага ее имеет смысл у вас тела убирать после того как тело немножко подготовилась уже можно подать еще раз парку и чуть-чуть не сильными движениями похлопывая в более глубоко прогреть тело опять-таки все должно быть очень лайтово очень мягко не должно быть резких температурных скачков человек должен находиться в расслабленном состоянии вот листик на ухо это не случайно кладется потому что очень часто в парительных практиках принимать применяется укрывание головы холодными вениками их как правило смачивают в холодной воде и так чтобы капельки с веника не попадали в ухо это не всегда приятно ухо обычно накрывают ну например вот дубовым листочком практику накрывания голову веником используют не все здесь есть две тематики такие кто-то считает что и и голова и тело должны находиться в одной температуре кто-то считает что голову нужно оберечь от жары но собственно говоря я могу тоже вспомнить нашу любимую поговорку держи голову в холоде а ноги в тепле гораздо приятнее париться когда голова находится в зоне низкой температуры и это парение гораздо более комфортно но вот тем временем алексей еще раз поддал на каменку уже делает более глубокие взмахи рукой более сильный пар опускает уже на спину но опять таки все движения не такие сильные активные опять таки все направлено на то чтобы более глубоко еще более глубже разогреть тело вот сейчас закончилась по большому счету такое первый вступительный этап парения он связан именно с расслаблением и разогреванием общего тела а дальше вступают силу некие алгоритмы которых стоит тоже придерживаться потому что они опять таки построены на физиологии первая вещь и наверное одна из самых важных это про парка ног ступней дело все в том что ноги являются самой дальней и то есть к нему уметь не меньше всего поступает воздуха кислорода крови хуже всего оттуда выводится шлаки и другие процессы жизнедеятельности знаете как вот дерево она умирает с веток на самых дальних так и человек начинает болеть всегда с ног ноги это та вещь которая стоит в ванне уделять особое внимание я больше скажу что процентов 60-70 парение может проходить только на одних ногах на ступнях это очень крутая штука большинство людей парить спину на спине не так много чего можно попарить но ее парить удобно а вот с ногами практически никто не работает поэтому любой профессиональный парильщик прежде всего выпаривает ножки ноги это одна из немногих частей тела которая может париться при достаточно высоких температурах они могут быть в данном случае даже практически критичными но это относится только к ступням сейчас алексей пропарил пяточки ступни сделал припарки поразминал немножко ножки ну и разочек прошелся по всему телу так чтобы тело не чувствовал себя ущемленным еще алексей делает такое очень важное движение в области таза это такое расслабляющее движение делается в том что таз у нас практически является неким центром пока эта часть тела находится в зажатом состоянии не расслаблено весь остальной организм не расслабиться поэтому некоторые движения массажные раскачивающие в области таза они очень эффективны и полезны надо сказать что вообще паренье достигает большого результата исключительно при полном расслаблении нашего организма нашего тела то есть основной первый акцент собственно говоря делается именно на момент так как сделать так чтобы тело полностью расслабилась и вот массажное движение некоторые они очень бывают полезны потому что после этого как раз начинается самое активное серьезное парение которое дает прогрев глубоко внутренне их мышечной массы человека спинку мы прогрели у нас осталось еще другая сторона владимира который еще не грета и но опять таки везде должна быть разумность если муж начинаем разогревать тело то оно должно прогреваться равномерно во всех его частях поэтому если мы попарили спинку нужно человек обязательно перевернуть на спину и попарить уже живот грудь и ноги с передней стороны еще раз накрываем голову вениками веники которыми открывают голову как правило берут березовый потому что они очень вкусно пахнут это приятно часто используют пихтовые веники потому что они тоже очень хорошо накрывают и дают очень хороший аромат тем кто не любит жару веники меняются достаточно часто тогда человек себя чувствует очень комфортно но опять таки алексей продолжает парение уже с передней части опять таки основной упор если вы заметили делаются у нас на ножки данном случае он прогревает коленные суставы что тоже очень важно то есть парение она всегда имеет какую-то определенную цель и ноги суставы это те вещи когда на которых стоит уделять особое внимание тоже вот хочу отметить такой факт что ну вот в чем кайф-то русской бани он заключается в том что все тело вот в данном случае сейчас лежит в очень комфортной температуре температура в районе полка порядка 40 градусов температура накладывается только на определенные участки тела потом попарил правую ногу владимира положила и ножка теперь отдыхает он начинает парить левую ногу попарить левую ногу он тоже уложит и она тоже будет отдыхать в комфортной зоне то есть тело не находится в зоне агрессивных температур только в момент парения когда мы опускаем пар на конкретную часть тела возникает температурное влияние на человека но дальше нужно обязательно дать отдохнуть этому участку тела поэтому как правило париться определенные ножки попарились ручки попарились животик попарили все по отдельности не целиком все дело перегревается именно участками в парилке стало немножко жарче поэтому веники надо менять уже почаще чтобы человеку было поехать алексей поднятием руки проверяет температуру паром так чтобы не обжечь человека понимая сколько пара на верху находится клавиова температура он должен очень внимательно опускать этот пар так чтобы не обжечь человека не дать слишком большую дозу тепловую вторая периферия человека это его руки на них тоже стоит уделять внимание потому что опять таки тело тело сложнее всего работать с дальней периферией по тем же самым причинам поэтому рук является второй ценные вещи которые в парилке необходимо обязательно пропаривать но если заметили живот мы практически вениками не ударяем только делаем небольшие припарочки грудь тоже мы вениками не стучим а делаем именно при парочки потому что здесь находится сердечная мышца все ударные техники они не очень корректны по отношению к тем органам который мы находимся сейчас близко вот самое неприятное на мой взгляд в бане это вертится когда парильщик заставляет человека повернуться на спину на живот очень неохота потому что реально тело расслабленно кайфует голова отключается и делать лишние движения совершенно неохота сейчас алексей производит небольшой контраст это не ледяная вода она чуть охлажденная делает это вениками веник смачивается чуть холодной воде и дальше махательными движениями знаете как дождик словно идет по телу вот таким образом тело чуть-чуть охлаждается потому что она уже сейчас находится в очень разогретом состоянии вот тело полностью сейчас только подготовлены для парения мы погрели его спереди мы погрели его сзади мы погрели всю периферию теперь физиологически тело настроилась на процедуру парения еще раз укладываем листик и кладем холодный веничек наверное пару слов скажу про движение вениками они если вы видите разнообразно всякие разные количество движений зависит безусловно от мастерства от того сколько лет человек практиковался но по большому счету с точки зрения физики бить слева направо справа налево сверху вниз как-то там с пролонгации с движениями это не так принципиально можете быть вениками как удобно важно чтобы шел прогрев тело и не было ожогов вот если вы помахали венчиками так высокой веник нагревается очень сильно лупить уже нет смысла нагрели веник положили температуру начинают проходить глубоко глубоко в организме обязательно человека нужно бить вениками вот такое движение которое называется припарка она гораздо эффективнее чем ударная техника гораздо глубже происходит прогрев но вот к сожалению на камеру мы наверное это не покажем не видно но температура в парилке то выросла уже раза в два наверно да у нас вот надо сказать что высокая температура в парилке у нас держалась всего несколько минут под самых последних когда лёша поддал уже так посерьезно и этого достаточно чтобы человек разогрелся максимально за короткий срок и дальше очевидно очень целесообразно как раз окунуться в холодную купель это происходит именно в момент того когда мы даем вот самый высокий акцент по температуре и контраст становится наиболее выгодными качествами контраст запускает очень многие процессы в организме это и печень и почки все начинают работать очень активно слаженно потому что контраст такая некая тема для организма немножко непонятно организм не совсем понимает что происходит на всякий случай он запускает все системы жизнедеятельности на достаточно высокий уровень таким образом повышает иммунитет да и качество самой жизни мало того за счет контраста происходят очень важные моменты быстрый вывод шлаков из нашего организма после парения особенно такого парения когда прогреваются ножки и ручки очень много шлаков вводится из нашего организма их нужно максимально быстро от них избавиться поэтому от контраст в этом смысле одна из самых эффективнейших вещей дело величия с огнем владимир пьет специальный напиток это называется сбить и очень хорошо идут морсы квасы че киселин кстати говоря но избить не один из таких традиционных русских напитков который поддерживает человека и охлаждает его когда мы делаем обливание холодной водой тело все полностью должно быть погружено воду одним ведром это сделать достаточно сложно потому что вода достается там на голову на плечи а ноги например остаются горячими так вот правильное обливание она как раз заключается в том чтобы все тело было погружено в воду с более низкой температурой купель это идеальная вещь это может быть и река но если у вас этого нет наличие то соответственно можно просто поставить пару ведер с холодной водой и это будет вполне достаточно для такой процедуры сейчас алексей делает так называемый догрев после купельки тело сейчас очень расслабленная это состояние такого самого наверно большого кайфа после того как тело попарили и вот сейчас важно его немножечко немножечко аккуратно мягко подогреть чтобы ушла то тот холод который мы взяли из купельки на самом деле после купели существуют разные тематики но в данном случае у нас догрев происходит с некой такой релаксации помещение уже нет высокой температуры и делаются очень мягкие мягкие движения веником что-то вроде обвиняющие поглаживания владимиру сейчас пофигу на все лишь бы его не тревожили и не шевелили поэтому все что относится к мягким движением для него сейчас является самое офигенным ощущением которое может быть после парилки еще раз хочу сказать что после купели может быть и совершенно другие процедуры наоборот еще более яркие более мощные а можно уходить как раз зону такой релаксации мы немножко приоткрыли дверь потому что сейчас воздуха в парной должно быть много владимиру дышать нужно без затруднений чуть-чуть есть пар наверху мы можем опускать но в основном температура на сейчас где-то в районе двадцати пяти градусов здесь привык но алексей вообще сделать некоторые массажные движения дело все в том что когда мышцы расслаблены то на них очень легко влиять их не нужно уже продавливать с большой силой как это делают массажисты обычным веником тихонечко поглаживая придавливая можно расправлять мышечные ткани и править позвоночник плечи суставы тело это позволяет делать собой но все это нужно делать очень аккуратно конечно понимать физиологию строения тела а теперь мы его оставляем некоторое время полежать одного в одиночестве сейчас мы выключим свет оставим немножечко звучать музыки Владимир будет находиться в парилке один но я думаю что для него это сейчас самое важное состояние чуть-чуть мы поддали пар пару чтобы было потеплее потому что мы выстудили парную и тихонечко уходим полежал я минут наверное восемь-десять вышел сейчас комнату отдыха я после парения туплю всегда и слова херово выговариваю сегодня в общем третий день командировки как я в москву приехал поспать здесь мало удавалось так часа по 4 ночью поспали и дальше побежали часа через два через час мне выезжать в аэропорт уже поэтому я был в говно уставший и вот вот этот вот процесс парения который сегодня у нас был вот он был именно для меня обалденное подойдет для парения семьи тестья тещу жену мужа попарить чтобы так вот расслабились после такой тяжелой недели потому что даже глаза открывать не хочется вот как то так и я чем в москву то приезжал я приезжал в Ишком центр ВВД мы снимали два видео о том что мы разыгрываем печки вместе с Ишком центром ВВД информация вся будет под видео и отдельные будут видео где разыгрываем дровяную печку чугунную и печку электрическую так что переходите читайте я пока глаза открыть больше не могу я даже сам потом буду это видео еще пересматривать для того чтобы понять со стороны что со мной делали мы кстати снимали с двух камер поэтому когда оператор вложил камеру брал новую камеру возможно где-то вот эти перебивки будут но по времени вот как будет вот столько вот это все и происходило единственно не стали снимать как я лежу эти восемь минут смысл на меня валяющегося там смотреть я не знаю Денис если ребята кто-то захотят также в баню прийти она у тебя работает и работает просто она она еще строится баня 15 числа мы официально открываем парней 15 мая 15 мая да здесь будет уже работать штат каких-то людей которые могут делать интересные качественные программы и я думаю что где-то к этому времени будет уже у нас готов сайт где можно забронировать места время парные может пока какой-нибудь номер телефона мне скажешь я там оставлю ну наш телефон 965-141-95-73 это пока тот телефон который здесь на связи работает это метро авиамоторная чуть попозже когда появится сайт соответственно стоять заявки там либо автоматически регистрироваться на какое-то свободное время либо созваниваться и договариваться например о каких-то конкретных вещах потому что дело в том что творение это же ну не обязательно какой-то стандарт алгоритм это могут быть достаточно разнообразные процедуры которые связаны с физиологией и с психологией и кому-то там нужно вес подкорректировать у кого-то коленки болят у кого-то спина замучила у кого-то внутренние переживания большие то есть вот когда мы говорим о стандартной программе парения она длится там час может быть полтора то это как правило программа связана с алгоритмом качества хорошего парения это общий релакс восстановление энергия хорошее настроение а если говорить о специализированных программах то к ним нужно уже немножко готовится по-другому но они более более глубокие более серьезные и результаты более серьезно становится поэтому рады всем гостям приходить конечно ребят имейте ввиду что это баня не прийти пивка с пацанами попить сюда так нельзя прийти с девчонками здесь именно париться париться именно с банщиком так да так что девочек не заказать парадонсе и покушать тут тоже не получается покушать тоже кстати нет но зато здесь есть чистота во всем и в парнях и в банниках потому что люди исключительно за своим здоровьем и своим внутренним само ощущение ну как то вот я считаю что это за то же артем козельский сюда за туда за трудом в родисе артем козельский и артем не помню меня туда домашь для зла чемпиона челябинских одесса же парень и другой по массаже вот у вас здесь какие будут два массажных кабинетах как раз те кто практикует массаж или паренье массажа соответственно интересный специалисты интересный проходить поэтому кому интересна тема массажных технологий тоже пожалуйста приходите к нам тоже будем рады я даже вроде пока уже в себя пришел все ребята давайте пальцы вверх всем пока